Каждому из нас рано или поздно приходится задавать вопросы, в чем смысл жизни, для чего мы живем. И от того, какой ответ мы дадим на эти вопросы, зависит качество нашей жизни и насколько мы будем счастливы. Я вот с огромным удовольствием хочу и себя, и всех вас поздравить с тем, что мы получим сегодня совершенный ответ на эти вопросы. И мы поймем сердцем, что этот ответ будет совершенный, потому что когда у нас животных сыты, то не надо организму доказывать, что мы покушали и вкусно покушали. Точно так же, когда закончится сегодняшняя встреча, вы почувствуете что-то такое внутри, что вы получили совершенное знание. И вам станет легче в нашем тяжелом мире, потому что хотя бы если страдания не уйдут до конца, то будет стержень и знание, как себя вести, для чего мы все это переживаем. В этом с великим удовольствием я хочу пригласить на сцену Александра Кеннадьевича Кокимова, Дорогие в сентябре, в сентябре и в сентябре, а также отдохнувая звезды в чемпионатской программ по-сентябре и в сентябре. То есть, про традицию не было чемпионаты, где для ангелосфера в сентябре в нашем американе здесь в жилью. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Мне нужно немножко света в зале, я все плохо вижу. Итак, мы сегодня поговорим о жизни, ну о двух вещах, но подробнее, чем дальше. Мы поговорим о том, как сочетается предопределение и свободный выбор. То есть существует определенная программа, может быть, многие из вас знают об этом, что у нас есть определенная программа предназначения у каждого. Может быть, многие не догадываются даже об этом. Я думаю, что большинство, в общем-то, в обществе людей даже не догадываются. Они считают, что они просто независимы от свободы и живут как котят. Нет. Вы увидите сегодня, что есть такая программа. Я даже расскажу, как она работает. То есть есть общие характеристики этой программы и индивидуальный этаж. Вот мы сегодня поговорим об общей программе, которая дана каждому из нас как человеческому существу. То есть предназначение и предопределение. И внешние признаки этой программы очевидны. Каждый может наблюдать, например, шесть этапов жизни, шесть каких-то фаз. Первая фаза – это рождение. Наблюдаем. Так происходит с каждым из нас. Другая фаза – начинается рост, развитие. Это может быть человек, это может быть животное, это растение. Другой объект, планета – это то же самое. Шесть фаз. Вселенная тоже говорит за все. Шесть фаз. Это ведическое знание. И затем, когда идет рост, созревание поступает. Следующий этап. А затем какая-то активная деятельность. И ее какие-то побочные продукты. Мы строим города, там, науку, технику развиваем, все остальное. Это побочный продукт, без которого человек может предоставаться. Освободись. Но это больше то, с чем он себя хочет связать. Создает нечто, с чем хотел бы себя связать. Те, кто же работает на продаме, экономика, семья, с чем я хочу себя связать. Это все считается философский побочный продукт от конкретного индивидуума, который это создает. Затем наступает увядание. Старение тела, любви, признает, в конце концов, исчезновение. Вот шесть фаз мы насчитываем. Это внешняя характеристика. Теперь давайте посмотрим внутреннюю вещь. Что же происходит внутри человека в течение этих шести фаз или в течение его срока жизни. Мы рассмотрим только сейчас 49 лет сегодня жизни человека. И каждый год имеет свое назначение. Это регулируется механизмом внутренним человеческим. В соответствии с нашим механизмом, который включает в момент рождения, кнопка нажимается. И затем в течение каждого года меняется программа. И вот шаг за шагом мы проживаем все эти этапы от одного от первого года до 49 лет. Это очень важно. А потом начинается другая вещь, о которой позже поговорим. Вот сегодня до 49, потому что это наиважнейший период жизни. То есть сегодня будет наука по чакрах. Чакра видения называется. Мы не будем рассматривать чакры как йогические какие-то механизмы сегодня. Я не рекомендую, кстати говоря, заниматься этой йогой, чакрой, йогой. Потому что она опасна. Сейчас непредсказуемая. Вряд ли кто-то найдется, кто смог бы и воспользоваться самостоятельно. Не рискуйте, пожалуйста, своей жизнью. Не вступайте в такие вот общества, клубы, где дают сад, чакра, йогу. Будьте осторожны с этим. Потому что могут быть необратимые процессы. Необратимые, разрушительные процессы. Это йога в наш век не рекомендована. Но чакры работают как бы на автомате. Вот есть пилот, который управляет кораблем. А есть еще автомат. Программа существует. Вот у нас есть такая программа, которая так, вот знаете, как слайд-шоу. Наставите режим слайд-шоу. И слайд-шоу меняется. Ровно через 5 секунд через изображение. Вот таким же образом каждый год включается новая чакра. И мы вступаем в новую сферу какие-то ощущения, отношения и понимания. И затем от нас будет зависеть, как мы поступим с этим. Что мы с этим будем делать. Примим ли это, либо отвергнем. Это уже наш выбор. Вот тут есть предопределение и свобода выбора. Как они сочетаются или не сочетаются, сегодня мы посмотрим. Вот эта первая картинка, просто напоминание, что есть такие вот центры. Их, как видите, здесь 7. От нижней чакры и до высшей чакры. Как я сказал, мы не будем сегодня рассматривать их подробный механизм. Это сложная тема очень. Не буду вдаваться в эти подробности, чтобы вас даже не пробуждать этот лишний интерес. Это только из любопытства можно заглянуть. А из практических соображений лучше не заглядывать. Но если кому-то нужно, потом вы сможете самостоятельно найти эту тему. Мы сегодня их рассмотрим немножко по-другому. Их просто влияние на наше сознание. Вот представьте, у вас флейта с 7 нотами. Музыкальный инструмент. И вот вы на нем должны сыграть в этой жизни. Научиться играть. И вот какие-то ноты у вас работают, а какие-то, скажем, не работают. Так бывает. Вот как вы сыграете в этом инструменте? Может быть на одной ноте придется играть всю жизнь. Пик-пик-пик-пик-пик и все, что можно делать. Можно работать на двух. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Тоже интереснее быть. Можно работать пик-пик-пик-пик-пик-пик. И уже музыка получается какая-то трех нота. На четырех еще можно что-то сказать. Ну, на семи, конечно, максимально силы выразить. И вот представьте, что у нас есть такой прибор, как пылесос. Сейчас он на колесах, знаете. Как машина такой. Современный пылесос. На колесах все хорошо. Но ребенок подумает, что это хорошее средство передвижения. Самокат хороший. Может воспользоваться самокатом, то есть пылесосом, как самокатом. Или еще того. Вы можете компьютеры поставить на колеса тоже. И ребенок будет ездить просто на нем. Он не сможет понять его остальные функции. Так вот, если мы не откроем какие-то высшие центры, мы так и будем играть на каких-то одном-двух метрах. То есть мы так и будем пользоваться этим пылесосом, как самокатом. То есть человеческое тело, оно, видите, имеет большие возможности. Гиганты, вы сейчас увидите сами в этом. Внутренний резерв. И наша жизнь работает так, естественно уже. На каждом этапе жизни или наших прожитых лет включается та или иная чакра. Автоматически автоматом существует. То есть уже программа есть. Мы это называем рост созревания. Что там созревает? Какая-то система. начинает меняться. Как это называется? Вот когда человек уже чувствует какие-то созревания этих органов. Созреет. Сексуальное чувство. Взгляд на мир меняется. А вот когда маленький по-другому. Это вот различные чакры начинают пробуждаться. И нижняя чакра, она отвечает за энергию выживания. Или общая характеристика ее страха. Когда эта чакра включается на полную мощь, человек становится такой, чувствует силу, выносливость, такое физическое могущество. И он наслаждается этим. Крепкое тело, сильное очень. Такое состояние адреналина. Вы знаете, если человек чувствует вождение, они сильнее становятся. Или если люди сумасшедшие, они тоже во много раз сильнее становятся. То есть вот эта чакра может включиться и почувствовать огромную физическую силу. Есть такое состояние гипноз, в которое вы можете поднять чуть большой вес. Немыслимый вес можете поднять, хотя никогда не занимались, может быть, тяжелой атлетикой. Но вот просто включается определенный центр. И вот эта мощь наполняет тело. Вот таким образом. Так работает юридная чакра. То есть у нас скрытые силы гигантские. Огромные. Например, эта чакра включается автоматически, как только вы попадаете в какое-то новое место. Неважно. Вот в гостях вы впервые где-то. Или вы пришли в школу в свои семь лет. Это что-то новое, новая среда. Или вы впервые на этой лекции чувствуете некоторый осторожность, страх. Дисциплинируйтесь. Потому что это непонятно, что еще. Тут нужно как-то приспосабливаться. Сначала осознать эту реальность. Некоторый страх существует, осторожность. И первый год жизни ребенка это тоже страх. Значит, мы начинаем с этого. Рождение. И первое, что нам нужно, нам нужно выжить. Мы еще не знаем, что это за мир, что это за существа, что такое мама, что такое папа. Нам нужно просто жить. Таким поступаем в эту жизнь. Эта чакра включается автоматически в любом новом месте. Затем, есть другая чакра выше. По-пока. Она отличается от чувством. Так, ребенок, он проходит год. И на втором году жизни он уже начинает различать. Вот что я хочу, а что не хочу. Начинает понимать. Чувства включаются. Как только вы приспосабливаетесь к какой-то среде, в следующий этап включается более высокая чакра, которая оценит с позиции чувств. Что приятно, что неприятно, что для меня хорошо, что нехорошо, что я хочу, что не хочу. Я хочу, что руководство есть такие правила. Это следующий центр включается. Когда мы оценили, что хорошо, что нехорошо, что приятно, что неприятно, уже вошли вот в эту среду каких-то чувств, ощущений. Поднимается третий чакра, включается. Это называется деловидность некая. Такие вот деловые отношения. То есть на основании вот этого понимания, что хорошо, что нехорошо, я начинаю действовать. Делаю то, что мне нравится, допустим. Потому что нравится, я вот это делаю. Пойдем, нравится, танцую, нравится, играю, нравится. Вот начинается деятельность. Так я изучаю мир, деловидность. То есть я вступаю в какие-то уже отношения. Вот и деятельность начинаю совершать. Это смысл. Первое смысл. Делаю то, что нравится. Так дети на третьем годе действуют. Они ползают туда, куда хотят. Берут предметы, какие хотят. Они еще не различают чакры. Они открыты другие. Чужой предмет или не чужой предмет. Просто иди ловите. Не важно, чей предмет, я просто хочу понять, что это, и все. Он невинен, этот ребенок. Он прямо из рук у вас берет любой предмет, который вы держите. Деньги или это. Или это ваша дорогая шариковая ручка с золотым пером, не знаю, какая. Ему нет разницы. Он просто берет и изучает это все. Как пробовать на вкус. Приятно, неприятно. Ломает, гнет. То есть при помощи чувствовать, хочу, не хочу. Приятно, приятно. Оценивает ее при помощи вот такой практики. И еще, значит, третий год он вот в таком состоянии проведения. Придет деловитости. А затем открывается следующая чакра. Анахата – это сердце. Четвертое. Это некая радость общения. Когда тело уже стабилизировано. То есть некую радость, некоторую гармонию ощутит. То есть не просто он что-то берет и пробует. Начинает понимать какие-то отношения. Вот начало пробуждения отношений. Радость он хочет. Потому что ему дают что-то. Он может радоваться вот этому человеку, который мне что-то подарил. Он уже может оценить что-то. Какая-то радость приходит от этих отношений. Вот это значит уже стабилизация сознания. То есть четвертая чакра. И далее пятая чакра выше. Еще выше мы идем. Это философия. Когда есть уже определенная гармония внутренняя. Определенная радость общения. Мы начинаем рассуждать. То есть это чакра философии. Попытка понять мир и начало обучения. Вот в пять лет необходимо начать обучение ребенка. Потому что эта чакра начинает включаться уже. Именно попытка понять этот мир философский. Есть вопросы и он может услышать ответы. Вот в пять лет начало обучения. Заметьте пожалуйста, что если не включили предыдущую чакру, эта чакра будет работать плохо, а с огромными сборами. То есть необходима эта последовательность. Как например, если я не могу понять, что я хочу, а что не хочу. Вот вторая чакра не открывается. Если меня бьют по рукам, когда я что-то хочу. И навязывают то, что я не хочу. То тогда на третьем уровне не будет изучения мира. А будет выживание. Заметили, что многие люди живут не в радость изучения этого мира. Живут на работу, ходят, деятельность выполняют. А именно с целью выживания. Потому что я эти вещи просто и не хочу, собственно говоря, делать. Вкус не привит к этому. Большей частью я делаю то, что как раз не хочу. Поэтому не изучение мира начинается, которое приносит гармонию, радость в сердце, а потом уже к философии склоняем человека. А именно выживание блокируется. Значит вторая чакра. Радости нет, гармонии нет. Потом философское мышление не проявляется у человека. Зачем вообще все это нужно? Мне будет денег заработать просто. А что вообще говорить? Зачем столько времени тратить на пустые слова? То есть чакра закрыта. Когда уже возникает гармония, радость, общение, только тогда начинается философское размышление. Когда мы счастливы, вместе, когда мы понимаем друг друга, в радости именно, можно начать философский поиск. Потому что иначе, если нет радости, философия будет искажена, или извращена, или как, циники называются это. Они имеют какой-то горький вкус жизни, непонимание, какая-то система, которая навязывает им какие-то ценности. И философия, это какая-то критика, в общем. А как раз философия нужна для обратной цели, чтобы избавиться от критического настроения. Как раз наоборот. Это очень важно. Очистить угол. Обозначение философии. Не запутать его больше. Не впасть в какие-то оценки. Что плохо, что хорошо. Кто тут негодяй философ, а кто тут прав. Есть социал-демократы, есть какие-то еще демократы, есть коммунисты, есть такие, есть другие, есть партии, есть красные, есть белые, есть зеленые. Вот такая философия, которая создает какие-то противоречия. Борьба обостряется. Затем, если эти чалки открываются последовательно, на шестом годе, человек получает первый опыт мудрости. Что такое мудрость? Он может, он может получить первый опыт уже своего знания и передать другим. Мудрость означает получать знания и передавать. Получает, понимать и передавать учиться. Понимать, то есть, если мы не можем понять, не передать помочь. Мудрый будет понимать учиться, то есть гибкий, мудрый, он поймёт каждую личность, если он мудрый, и поэтому может и, соответственно, передать знания этой личности, или, наоборот, получить знания этой личности. Мудрый, общаясь с каким-то человеком, сразу оценит, на каком уровне этот человек, выше меня, на одном уровне или ниже по развитию, и в соответствии с этим точно знает, что нужно делать, это мудрость, это точная оценка места, времени и обстоятельств. Поэтому такой человек не имеет врагов мудрый, у него нет, на санскрите он называется аджаташатру, врагов не имеет такой человек, просто потому что мудрый. И в конце концов, если он идёт таким путём приобретения знания, передачи знания, он достигает, ребёнок в 7 лет, испытывает тягу к таинственному и неизведанному, это чакра духовности, седьмая, последняя чакра. Вот первые, первые 7 лет, это первые 7 лет, и вот мы так наблюдаем, что в ребёнке это есть, эти чакры включаются, естественный интерес к жизни, вот так он его проявляет. В конце концов, в 7 лет у него пробуждается тягу к таинственному и неизведанному, что это называется, что это такое? Что это за тягу, а как мы называем в жизни? Вера. Пробуждается вероустойчиво. Вот-вот-вот, что нам необходимо, потому что без этой веры, в 7 лет устойчивый уже, он не может начать следующий цикл. Потому что следующий цикл начинается снова со страха. Ну, понимаете, да? Покажите таблицу. Теперь в таблице посмотрите. 7 на 7. То есть мы проживаем сначала один уровень чакры в 7 её проявлениях. Все чакры подключаются к этой чакре, первый цикл. Затем переходим на следующий этап, когда включается вторая чакра и ещё 7 будет. То есть будет 7 циклов. Такой слоёный бюрок из 7 получат. 7 на 7, 49 лет. Вот мы об этом сегодня говорим. Программа. И на 8-м годе, вот второй цикл, видите? Вот здесь до 7, и вот тут 7. 7 на 7. 7 чакр по горизонтали, и эти же 7 чакр по вертикали. И таким образом они вот взаимодействуются сейчас будут. Значит, 8-й год, снова мы возвращаемся к первой чакре. Возникает страх. Возникает страх. Но с чем связан этот страх? С тем, что пробуждается гормональный фон. То есть растёт человек, и он ещё не знает, что с ним такое происходит, но у него какие-то новые чувства пробуждаются. То есть это начало ощущений сексуальной энергии, хотя ребёнок ещё ничего не знает об этом. Это и вызывает страх. Почему я это чувствую? Что со мной такое происходит? Мальчик или девочка начинают чувствовать что-то новое. Это сразу вызывает первый страх, потому что он не понимает своих новых желаний, что с ним идёт. Он даже стесняется этого всего. Вот в этом моменте очень легко сломать психику, когда ещё и при этом его стыдить за это всё. В общем, вот эти вот 8 лет, когда пробуждается гормональный фон, ребёнок сам скован об этого всего, ещё не может понять, что делать. Его ещё и при этом сильно ругают, стыдят. Вот, должен так воспитывать. Это можно сломать, вот эту чакру закрыть очень сильно. И тогда, на 9-м году, у него первая любовь, она будет какая-то трагичная. То есть проблема возит его жизнь. Как, скажем, иногда позорят мальчиков, что они влюбляются в девочек. В общество такое настроено. Но вот первая любовь 9 лет. Почему? Потому что здесь совпадают 2 чакры чувств. Видите, это вторая чакра чувств, и там тоже чувства. Это 9 лет как раз получается. Усиливаются. Вот в этом возрасте он может уже ощутить сильное-сильное чувство. Очень могучное. Иногда, иногда которое больше не повторится вообще в течение жизни. Просто вот сила чувства как раз. 9 лет он может ощутить вот эту любовь. Затем, уже в 10, когда входит фаза деловитости, чувство и деловитость, когда соединяются, он уже пытается установить отношения с противоположным полом. Уже стремится к общению, уже не боится. Он пытается уже эти отношения установить. Какие-то у него отношения появляются деловитости. Он спрашивает, смотрит, наблюдает, играет с противоположным полом. Интересуется. А уже на 4-й чакра, это 11-й год, он уже умеет дружить в разных формах дружбы. Не только мальчики и девочки, но и девочки с девочками, мальчики с мальчиками. У них появляются свои круги, свои секреты, свои обсуждения. Девочки о мальчиках, что тоже говорить начинают в этом возрасте. Мальчики о девочках. Коявляется дружба и любовь в понятиях появляются. Вот в этом возрасте он уже отличает, что такое дружба и любовь. Ощущение. В середине двух чакров. Чувство и гармония. На 12-м годе он понимает отличие полов. Пытается понять это как бы научно-философски. Что такое девочка, что такое мальчик, каково их предназначение, что дальше, как рождаются дети, как это происходит. В этом возрасте он начинает это уже понимать сам по себе. В 13 лет эта чакра мудрости включается с чувствами. И вот в 13 лет он уже может понять еще одну вещь важную. Он закладывается в 2-ти годы. Верность. Что такое верность? Постоянство у тебя, знаешь. Это уже просто не игрушки, а серьезно. Это вот семья существует. Он уже в 13 лет начинает понимать, что живет в семье. И с мамой, и с папой, и в другие семьи. Он себя начинает уже связывать с этой вот системой ценностей. В 13 лет. Честность, первая мораль какая-то. Знаете, дети в 13 лет, они очень категоричны, да? Если вы ошибку совершаете, какую-то мораль, но они могут вам не простить. Потом, на всю жизнь, на долгие годы, в 13 лет опасно совершать ошибки в присутствии детей. То есть, они категоричны. Это чакра, вот этой вот мудрости, так работают с чувствами. Они могут вас отвергнуть надолго? Известно это. И затем чувства соединяются с седьмой чакрой, с духовностью. Здесь попытка одухотворить, обожествить свои отношения. Пишут стихи, начинают как-то возрастно себя вести. Знаете, вот какой-то артистизм появляется в поведении девочек, мальчиков. Вот это, в 14 лет. Это преддверие уже каких-то уже таких серьезных отношений, где они уже очень серьезно относятся друг к другу, как сверхсущества. Когда мальчик смотрит на девушку, только в это сверхсущество. Из этого мира. Это может быть какое-то сочетание света, или воздуха, или стихии какой-то. Но вот приходит, и в волонтерии наступают. Такое, знаете, вот. Вот он все это пытается выразить каким-то творческим. 14 лет таковы. То есть мы говорим таковы, если все работало по программе. Вот эта программа. Если у нас правильные культурные ценности, если у нас правильные какие-то моральные ценности, если у нас правильные духовные ценности, если у нас в обществе все чакры работают, так сказать, тогда будет все работать должным образом в этой культуре. Но если какие-то чакры закрыты, например, духовность была закрыта надолго, В философии выдавалась только определенная философия. Например, в моем поколении, я сейчас скажу кое-что о тех временах, когда мы учились. Сейчас я задаю вопрос в залу. Перечислите какие-то человеческие ценности, ради которых мы, собственно, и живем в этом мире. Обычные человеческие ценности, которые мы должны внести в жизнь. Что это такое? Семья, правда же? Семья, это очень важно. Потом что? Образование так? Без него никак нельзя. Необходимость. Доброта? Говорим сейчас вот, но она нужна, да, но для чего она нужна? Опять же, для семьи, для того, чтобы мы могли правильно работать, отношения там иметь, чтобы в конце концов была экономика, образование нам нужно, потом семья, любовь в семье, понимание, что еще здоровье нам нужно. Вот ради этого мы, собственно, и трудимся с вами. Вот живем в этом мире. Получается так, вот эти практические вещи, которые нам необходимы, иначе нет опора, нет основы, посчитывая. Вот это обычные наши человеческие ценности, которые стоят во главе угла, ну практически, хотите, не хотите, вот надо. Нужно учиться, нужно работать, нужна семья, нужны связи, и так далее. Хорошо. Это все, есть во все времена эти ценности. Эй, есть какие-то ценности ниже этого, какие? Вот там, внизу, что там? Вот то, что мы не хотим туда, вот вниз катиться, что там у нас? Ну там, пьянство. Давайте конкретно, это для себя, правильно? Конкретно, пьянство это может быть, разврат, наркомания, обжорство, что вы еще скажете. Ложь, обман, коррупция, ну вот все вот эти вот низкие вещи, там понятно, все внизу, хорошо, все, договорились. Там, вплоть до всяких форм насилия и обмана, и что хотите. Эвровство. А вверху, какие ценности? То есть, внизу, ниже. Почему люди их не принимают? Потому что это разрушит человеческие ценности, это опасно для вашей работы, для вашего положения в обществе, для вашей семьи, для ваших детей. Вот эту заразу, вот эту нельзя приносить в семью, правда же? Так, мы хотим отделить вот это вот внизу, а вот наши ценности здесь, хорошо. А наверху что? Ну там бескорыстие, любовь к Богу, там может быть религия, там может быть философия, там какие-то очень высокие-высокие вещи, там искусство, там что-то очень возвышенное, да, да, очень далеко это идет, правда, вера. И вот, представьте, советские времена. Вот эти человеческие ценности, они постоянные. А вот позволяли нам в те времена вниз слишком опускаться? Нет. Был запрет, правда же? То есть, информация была недоступна об этом. Там журнал «Плэйбой», помню, привозили в Владивостоке, в Портовый город в то время, вот этот развратный журнал, там с голыми красавицами. Это контрабанды считались за нее наказывали. Ну и люди так привозили тайком каким-то образом, но это проверялось, это контролировалось. Был железный занавес, была какая-то цензура, была вот такая культура, которая ограничила этот вот низ. А сверху были ограничения? Тоже были, видите? И низ был ограничен, и верх был ограничен. Был определенный коридор, в котором мы вот пытались как-то совершать, правда же? И вверх туда не нужно, потому что семью тоже можете потерять, и ценности человека. И вниз тоже не нужно, потому что тоже семья опасна, для нашей семьи опасна. А сейчас какая ситуация? Открыто все внизу? Все. А сверху все открыто? Все. Все, видите? Сейчас открыто все и снизу, и сверху. И вот что теперь получается? Теперь получается, что все нас больше никто не контролирует, нет этого больше, коридора, есть интернет, есть средства массовой информации, все, что хотите там, абсолютно все. И теперь все зависит не от управления человеком, а от самого человека, от его выбора. Вот мы об этом сейчас и будем говорить. Как работать с собой в этой ситуации? Потому что сейчас мы идем по лезвию бритвы. Один неверный шаг, и мы внизу, на самое дно можем упасть. Не мы, так наши дети. Или другой шаг вверх можно совершить, то же самое. И вниз не надо, да? Не надо, нет, никто не хочет. Но все-таки падают, набьются там, но уколятся, но случаются. Это называется бывает. Но бывает, но все равно, если к семье давай, ну изменил, ну напился, ну там подрался, ну преступление совершил, как бы что-то там, что-то совершил. Но мы тебя ждем, исправляешься, и давай снова сюда. И вот люди привыкли к тому. Упал в грязь лицо, и снова в семью. Упал в грязь лицо, и снова в семью. И что в семье накапливается? Грязь. Он падает и поднимается куда? В семью, вот в этой человеческой ценности. И они постепенно, то есть, начинают загрязняться, вот эта вот культура семьи, традиции, династии, которая давно уже разрушена вот таким именно путем. А вот туда вверх говорят, не надо, секта. Вниз бывает, а вверху секта. То есть, вещи абсолютно необъяснимы. Если это еще можно объяснить и понять, то там непонятно что. Так вот, дело в том, что, еда говорят, вы должны подниматься вверх и приносить в семью. Не уходить туда, как и вниз не уходить. А приносить оттуда эти ценности в семью. Вот какая вещь. Не уходить от человеческой позиции, потому что мы люди. Вот, говорится, вот это наша человеческая позиция, вот что нам дано. Не уходите от этого. Обогащайтесь. Вот, открываете чакры, вам нужна будет пища. Каждый год жизни разная пища. Поэтому, из-за того, что пища для одного, я для другого. С разным возрастом. Разные, по-разному работают чакры. И затем, 14 лет это попытка двухтвориться. Это, кстати, вот насчет 12-го года. Вот почему так опасна сейчас эта ситуация. Потому что открыто все внизу и сверху. Если у человека нет знаний о свободе выбора, у него больше риска упасть вниз, чем подняться вверх. Как раз сейчас вот этот риск очень опасен. Большинство людей уже падает вниз. Дети в компьютерах. Ну, я не буду, ладно. Сами знаете. 15-й год. Вот он уже знает, что такое любовь. Представьте, он уже имеет опыт. Имеет какую-то веру в этом возрасте человек. Убежденность, нравственность. Он еще категоричный. Он уже в чем-то убежденный. Но 15-й год. Снова страх. В чем страх? Деловитость. Да, любовь. Хорошо, любовь. Вот этот призывающий опыт 15 лет. Но что с этим делать? Он начинает догадывать себя 15 лет, что жить-то придется. Ему самостоятельность, это любовь. Он уже понимает, что такое слово родителей. Вот, женись и устраивайся на работу. Ага. Это уже мама, папа не будет. Все, я уже не буду так вот подходить. Мама, дай то, папа, дай это. Это уже нет. Я должен сам оказывать это все делать. Это уже страх состоятельная жизнь. Ведь на каждом этапе 7-летнем возникает некий кризис. Вот этот кризис. Страх называется. Его всегда придется преодолевать человеку, вступать в новую фазу. Если вы не отучите ребенка от страха, он будет бояться все оставшиеся годы. Если он застрянет на этой чакре и не пойдет дальше, это большая проблема. И в 30 лет он будет у вас лежать на диване, как ребенок. Не знает, чем заняться, где работать, кто ли вообще. Вы не справитесь с ним. Страх. Потому что чакра это непреодолимый страх. То есть задача преодолеть этот страх. И в 16 лет, как преодолевается этот страх, вот этими чувствами сладкими, влюбленностью, умением уже найти наслаждение. Они уже начинают обниматься, смотреть близко друг на друга, касаться друг друга, понимаете? И вот эти чувства, они перебивают эту чакру страха. Вот ради этих чувств человек идет дальше. То есть ему нужно это в 16 лет, оказывается, каким-то образом. Вот тут опасно. Как же это ему дать, чтобы при этом не разрушить его нравственность? Вот поэтому и есть культура. Не просто вот эти обнимания где-то там в темных углах, а именно культура общения существует. Вот так. То есть возвышенными чувствами это нужно преодолеть. А не низменными чувствами. Поэтому в 16 лет необходимо уже обучать вот, как выражать свои чувства, как у меня говорить, как общаться с противоположным полом или с другими людьми, неважно. И в 17 лет, это деловидность, видите, совпадают две чакры деловидности. Третье. Что это означает? Уверенность. Мы любим друг друга, и нас никто больше не волнует. Что внимательно? Отец, подвинец и конец. Все, мы решили. Мы любим друг друга. Вот они вот такую позицию занимают. В 17 лет они способны вот так сильно оставить свою позицию. Не бойтесь этого, это пройдет. В 17 лет пройдут. Не нужно шокироваться. Мы видим все это в жизни, все эти проявления. И не нужно шокироваться. Но в 18 лет они уже пытаются, уже на следующий год пытаются добиться понимания уже от всех. Сначала они заявляют, что вот нам никто не нужен. А уже буквально в следующий год оказывается, что нужен. И даже очень. Нужны многие, оказывается, и друзьям нужны, и родителям нужны. Они так не выживут. Нужны многие. Они хотят, чтобы их тоже признавали. В 19 лет человек начинает философствовать о любви. И начинается идея семейной жизни. Философия любви выражается в практике в чем? В браке. Это философия любви. Как она философски практически осуществляется. Как применяется знание в браке. Значит, есть муж, жена и соответствующий обязан. В 19 лет он начинает сознавать, что такое семья. Что такое ответственность. И в 20 лет уже есть первые реализации. Могут быть первые реализации. Могут не быть. Могут быть. И даже может быть развод в это время. Чувство когда-то помыли. Помните, как вы говорите? Такое случается. Даже очень рано. Я видел такие примеры. И в 21 лет, если они преодолевают это, они пытаются найти духовную сторону партнера. Как бы ищут сотрудничество, долговременные отношения. Они преодолевают этот момент трудностей. Этот философский момент. И теперь момент мудрости, потому что оказывается трудно общаться близко с противоположным полом долгое время. Тогда они пытаются уже осмыслить личность с духовной стороны. Какое у нас совместное развитие? Что у нас общего? Иногда выясняется в этом периоде жизни, что у нас ничего общего оказывается нет. Можно расстаться. Иногда выясняется, что есть общее. И можно попытаться что-то сделать. И так, здесь у них появляется некая вера, что они вот могут совместно как-то развиваться вместе. Но в 22 снова страх. Чем заключает этот страх? Страх жить всю жизнь вместе. Или на всю жизнь. Старцандартам тоже страшно. И так плохо, и так плохо. Много таких рассказов есть. Произведения, которые описывают состояние этого человека. Который застрял на этой человеке и на всю жизнь. И так, не знаю, жениться ему или не жениться. Может, 50 лет, он все еще думает, жениться или не жениться. Ведь на всю жизнь, понимаете. И даже в 99 лет ему страшно. Потому что еще целый год вместе жить, понимаете. Чакра просто работает. Он же отмевает травму человека. Он же не знает, сколько он проживет, правда же, а вот боится. Есть такой страх. И сейчас, кстати, вот этот страх, он доминирует как чакра. Вот, вот, вот. Вот это, это не кризис в обществе. Доминирует. Поэтому мужчины, в целом, если говорить о сегодняшних мужчинах, то они боятся вступать в брак. Вот, в полную фазу ответственности боятся на всю жизнь. Есть страх. Потому что он должен остаться свободным даже в браке. Это психология мужчины. Он хочет быть в каком-то, в каких-то ограничениях не может быть. А смерть для него может оказаться как раз вот этим замкнутым пространством. И для мужчины это неблагоприятно. И он не доверяет своей жене или молодой жене, или женщине. Сможет ли она дать ему такую свободу, потому что его чакры работают неправильно. Его нижние чакры работают в полную силу, а верхние не открыты. И вот тогда же она говорит, нет, с такими чакрами гулять не надо. Или уходи. Но у тебя такая чакра, у него точно такая же чакра. Вот у этой женщины, если вы где-то увидите друг друга, конец нашей семьи. Две чакры соединятся, и узнают, что потом будет. Будут никому не нужны дети, брошенные браки. То есть там нет никакой ответственности. Там чувство сильнее, ни чакры сильнее. Не осмыслится ни философский поиск, ни гармония, ни совместная какая-то цель жизни. Это ослабевает все. Поэтому человек теряется воду только потому, что неразвиты высшие чакры. И возникает недоверие друг к другу. Потому что ты чувством не управляешь, и я тоже не управляю. Но пока мы живем вместе, а дальше посмотрим, что будет. Если я люблю другого человека, я первый тебе об этом скажу. Все честно. Потому что я не отвечаю на себя. Нижние чакры работают, а верхние контролируют их, не работают. Такой механизм. Я не могу вам гарантировать, но будем жить пока вот таким образом. А как только влюблюсь в кого-то, я сразу тебе об этом скажу. Не беспокойтесь. Живи спокойно. Все честно. Вот так случается. А в 23 года, когда гармония и чувства соприкасаются вместе, здесь соединяются, они чувствуют уважение чувств других. И приходит понимание о нуждах другого человека. Видите, смотрите, внимание переключает из себя уже на близкого человека. Вот эта чакра уже отдача начинает работать. Очень важно дожить до этого времени. Раньше времени не разбежаться в разные стороны. Очень важно кастрюлю с огня не снимать, когда вы готовите пищу. Раньше времени не снимайте, иначе пропадет все. Она будет непригодна ни к еде, и выкиньте все. И так кастрюлю работает. Дальше страх преодолевается. И они уже строят какие-то уважительные отношения, и начинают понимать потребности друг друга, и даже могут служить друг другу начать. Уже какая-то бескорыстная отдача начинается. 23 года. А в 24, это деловитость и гармония, это интересный момент. Забота о всех сторонах своей жизни и членах своей семьи. Тут человека проявляется заботой. Но только в том случае, если его не обманывали раньше близкие люди. Вот этот обман. Или не унижали, не оскорбляли. Тогда он сознательно не хочет заботиться. Хотя понимает, что нужно, но я не буду, потому что он такой, такой, не такой. У меня позиция появляется против этого периода жизни. То есть я сам начинаю бороться сам с собой, собственными чакрами, собственными предназначениями. Потому что я обижен. Меня очень затронули близкие люди, были ко мне несправедливыми. Именно поэтому говорится, прощайте других, живите свободно, развивайтесь дальше. Если вы не будете прощать, вы не преодолеете это все. Но застряйте на эгоистическом каком-то моменте жизни. Так и останется все. И там забота. В 25 уже устроенность и гармония жизни начинается первая скуга. Ну, нам в наше время не похоже, правда? 25 лет устроиться в жизни самостоятельно сложно человеку сейчас. Возможно, он только-только начинает что-то понимать, потому что мужчины в наше время созревают к 50 годам, когда уже пора все заканчивать. А они только начинают догадываться, что какая жизнь вообще вокруг них. И сколько ошибок он совершил, начинают наконец признавать и догадываться, что он во всем виноват. Знаете, интересный момент есть. Такой метод випассана называется. Випассана — это элемент медитации, практика медитации в Индии, применяется сейчас во всех тюрьмах. То есть, одна женщина в индийской тюрьме, я не буду описывать, что это индийские тюрьмы, не поверите просто. Одно могу сказать вам, предупредить, если будете в Индии, ради Бога, не попадайте в черву. Это страшнее всего на свете быть в индийской тюрьме. Это ямы, такие вот ямы, ямы, это не какие-то кабинеты там или камеры, это ямы, и там вот сидят люди, там же и туалет, там же у них и пища, туда же падают змеи и скорпионы. То есть, индийские тюрьмы — это страшнее, наверное, страшнее, одни из самых страшных заведений вообще в мире считаются. И плюс еще отношения кастовые там есть, сложные очень. Вот индийская тюрьма, и там преступники, люди, которые сильно обижены, они не могут простить, они ждут своего срока выхода, чтобы отомстить, каждый живет в этом сознании вместе. И одна женщина возглавляет эту тюрьму, становится директором этой тюрьмы. И там целый фильм существует, она прям там все рассказывает, как это все началось, и она решила применить эту випассану в тюрьме. Я объясню, что такое випассану. Это медитация каждый день по 10 часов. Десять часов должны сидеть каждый день, тысячи десяти дней. И медитировать. На что? Первый день просто на свои ноздри. Как там воздух дышится, придыхание. Выходит, заходит, выходит, заходит. Вот и все. Десять часов. Десять часов, первый день. Второй день может быть чуть-чуть глубже, там на циоглотку можете уже просмотреть. Уже интереснее как-то. Лучше. И вот эти первые три дня, вот такие вот простые, элементарные, они подготовительные, точнее, не сама випассана. Это подготовка, как бы смирить человека, можно, что он принял этот процесс. Вот эти. Люди потом вспоминают, представьте их, сгоняют на силу всю тюрьму, на випассану. Они усаживаются на коврике. Ну, благо, индусы могут сидеть на полу долго. Нам нужно было бестулено, я думаю, чтобы сидеть 10 часов. И вот разрешается менять позы, если они хотят есть. Задавайте вопрос, разрешается. Все остальное не разрешается. Легкий там какой-то завтрак, немножко сна, и снова 10 часов каждый день. И первое, что думает каждый человек в тюрьме, я сбегу. А потом поймем, бежать-то я же в тюрьме куда бежать. Я же не на свободе. И вот ловушка. Я, говорит, не знал, что делать, был ад на самом деле. Я не мог самим собой оставаться на долгое время. На третий день каждый из них сломался. И подумал, ну ладно, мне это же не избежать, попробую, что в этом есть. Они как бы согласились на третий день и согласились принять этот процесс только. Через, получается, 30 часов. 30 часов вот такой вот, вот такой изуверстный. А потом уж даются с вами пасаны. Они начинают чувство тела, как поток меняющийся. Не как что-то постоянно, как меняющийся поток. Как? Вот вам забыла здесь. Давайте. Обратите внимание на эти 10 часов сегодня или на 5 часов первой половины медитации. Только на те процессы, которые происходят у вас в этом девичке. Ну-ка, давайте. Что там в девичке происходит? О-о-о. Кажется, ничего. А ну, присмотрите точно, что происходит. О, там много чего происходит. О, там мысли, там то, там это. И оказывается, там поток проходит энергия. О-о-о. Через 5 часов вы начинаете чувствовать, что там происходит. Потом говорят, вот область печени. Давайте сейчас посмотрим, что там происходит. И вы еще 5-10 часов обмениваете руки. Тоже ощущаете, там тоже очень серьезные вещи происходят. И в конце концов, когда вы так наблюдаете это тело, вы начинаете понимать, что вы не тело. Как бы со стороны видите себя. О-о. Знаете, какой эффект? Вы не поверите. Они начинают видеть все эти причины своих собственных проблем преступления. Они все через 10 дней знают, что я есть причина того, что я сижу в тюрьме. Я, причине, никто это мне виноват. Они начинают плакать через 10 дней. Выходят, просят прощения у всех у начальцев, друг у друга. Их отпускают. И больше они в тюрьму никогда не попадают. За 10 дней человек справляется полностью. Поэтому сейчас эту випасну ввели во все тюрьмы иди, во все. Исключительно. На основании этого года. Вот он пример делал. И так очень важно. Очень важно, чтобы эти чакры были открыты, потому что мы должны себя осознавать всегда с более высокой ступеней, с каждым годом. Это прогресс называется, развитие внутреннее. Нельзя закрывать и блокировать чакры. Страх сейчас преобладает в обществе. И чувства. Согласны? Хочу-не хочу. Очень сильно концепция в обществе. Хочу-не хочу. Это очень сильно концепция. Я был в некоторых городах Сибири сейчас. Этим летом. Фруктур. И мы проводили в залах лекции о семейной жизни в основном для людей. И через это мы также проживали какие-то истины, дхармы, философии и прочее. И я приводил статистику людям, что у нас в России 70% развода. Но в некоторых городах мне сказали, у нас здесь не так. Там люди были, знающие. В некоторых городах России сказали, у нас разводы за последние два года 100%. Почему? Очень сильная концепция хочу-не хочу. Хочу-не хочу. Хочу с этим человеком буду. Не хочу-не буду. Все просто везде. Не постоянно. Вот эта вот платформа «хочу-не хочу» — это ребёнок только начинает что-то осмысливать. Вот ноги застревают на этом уровне. Хотя уже чакры работают другие, они работают неполноценно. Это уже ущербный момент в жизни. Поэтому психологи говорят, давай вернёмся, у тебя проблемы, так давай вернёмся. Вспомни, что было в Кутердеесте с мамой, с папой, сколько тебе было лет. Ищут причину там, предыдущим, что там блок остаётся, и вот он тормозит все это развитие. И вроде бы надо бы уже заняться чем-то, а у меня ни веры нет, ни основ никаких нет, ни энергии нет заниматься этим. Или даже я достигаю чего-то, а потом чувствую, что полная апатия. Вот тебе, да, тифо. От себя такого даже не ожидал, что такое произошло с этим. Итак, в 25 лет устроенность и гармония в жизни, начинайте первое с ука. Ну, то есть всего достиг, в основном, человек устроен уже, семья есть, первые дети, которые устроены в соответствии с образованием, профессией, как бы всё уже как-то устоялось. И с ука, что делать дальше? В 26 он начинает поэтому думать о призвании и смысле жизни, очень серьёзно начинает думать. Заметьте, он начинает это спрашивать в 5 лет и в 26, согласно чакре, начинает думать о призвании, как-то в высшем смысле жизни, всё это есть, а что дальше? 27, становление философии отца и матери. Вот, о чём он начинает думать. Вот смысл жизни в том, чтобы стать хорошим отцом и хорошей матерью. Вот тут, когда люди начинают понимать, что такое тхарма, ответственность. То есть раньше слово ответственность будет непонятным. Не удаляйте детям слово ответственность раньше времени. Они должны видеть ответственность только на примере родителей, в основном. А уже в 26-27 лет они сами осознают полноту этого слова. Понятно, что молодёжь не знает слово ответственность. И не нужно насильно прививать это. Это должно прийти в своё время. 27. И в 28 это духовность, связанная с гармонией. Очень интересно. Желание воспитать возвышенных детей, оставить на себе свет в обществе. Вот дети, это как бы наш след в обществе, хорошие дети. Человек начинает думать, как воспитать своего ребёнка очень хорошо. Ради него начинает многое делать. Это привлечение духовности на четвёртом этапе. А затем снова страх. Знаете от чего? Потому что включается чакра философская. Вишутха включается. И в чём же он сомневается? Чего же он боится в своих 29 лет? Он боится будущего. Потому что начинает поддеревать, что он не такой уж умный. Очень интересно реализоваться, правда? Вот чем раньше она придёт, тем лучше для нас. Люди есть, которые этот процесс проживают быстрее. В два раза быстрее. До 29. Значит, в 15 лет, если человек знает, что он не такой уж умный на самом деле, это очень противная личность. Это философ. С этого и начинается философия, познание как таковое. Вот это вот обучение ещё поверхностное. А вот с этого времени, 29 лет, он начинает поддеревать, что он не такой уж умный. Он начинает догадываться, что он делает глупости. И, оказывается, час получает в своей жизни. И в 30 лет чувство включается с философией. Он пытается доказать себе, что через чувства я всё же буду счастлив. Просто вот ты должен правильно сожидать свои чувства. Это вот такая вот культура, эстетство, изыск появляется в вещах, требовательность в подъезде, в поведении, в общении. Может быть, там какие-то появляются уже группы, клубы какие-то, знаете, где люди наслаждаются каким-то образом. Более возобращение. У него появляется такой интерес доказать себе, что можно быть счастливым просто через чувства. А в 31-е пытается оправдать свою деятельность. Такое значит, что она очень важна в том, что я делаю. Видите, за этим есть некоторое философское разочарование. Это попытка реабилитироваться как-то. Обычно чувства, страх, они постоянно сопровождают нас. Но на уровне философии они лишние. Они лишние, они не помогают философу. Ни страх, ни чувства, хочу, не хочу. Нужно принять истину, принять реальность. Но он пытается уже доказать, что чувства важны. И моя работа самая важная в жизни. А это не самая важная в жизни. В 32-е попытка соединить предназначение и работу. Вот сейчас это сложно сделать. Сейчас работа с предназначением может сообщиться. Кто-то продает в лавке водку, сапоги из кожи. Это очень плохая карма. Это очень трудно соединить с какой-то воздушной целью. Это наше время, видите, какое сложное. Труд также, профессии могут быть сильно сквернены. И в 33 года соединяются две философские чакры. 33 года возраста Иисуса Христа. Сотревание философа. Вот тут человек появляется, имеет здравый смысл уже. 33 года, здравый смысл проявляется. Сам по себе, если чакры работали, все, он станет таким. И в 34 он начинает обретать интересную способность, мудрость. Он может меняться там, где работает и живет. Вот это мудрость, гибкость. То есть не конфликтовать, а меняться. Уметь менять. Менять отношения свое. Делать какие-то уступки, компромиссы находить разумные. Вот в 34 года появляется такая у него способность меняться. И в 35 от удовлетворения своей работы и семейной жизни. То есть вот эту веру в семью все вкладывает. И философский уже, и то, что он уже имеет какой-то статус в обществе. Ему 35. И уже репутация у него есть какая-то. И почему? Потому что все это семья, все это дети, это мое достояние, это мой капитал, это моя работа. Он все это начинает очень оценить и перевозносить в 35 лет. Гордится этим. Однако в свой 36 снова страх. Перед чем? Чего человек боится больше всего? Современно. В отношениях. Не в смерти, не надо предупреждать. В отношениях. Боится общаться в более разуме. Вот странная вещь. Как раз люди боятся общаться со святыми или мудрецами. Потому что они их видят насквозь. И поэтому это некомфортно, видят насквозь. Потому что наша культура немножко другая, современная. Как раз мы хотим показать себя с хорошей стороны. Мы не хотим, чтобы нас просвечивали насквозь. Мы одеваемся. То есть мы какие-то атрибуты используем, чтобы представить все в обществе. А за этими атрибутами есть что-то другое внутри. И более разумный человек понимает, видит это. Тут появляется страх. 36-37. Он обретает способность контролировать чувства. И поэтому у него приходят первые откровения философские. Не просто какие-то понимания логические и философские. А откровения изнутри. То есть это преддверие счастья какого-то он испытывает. Как? Когда контролирует чувства человека. Это написано в ведах. На него не сходит высшая энергия. Автоматически. Можете попробовать. Можете попробовать, контролировать чувства. Согласно правильным предписаниям, священным действиям. И вы увидите, как начнет прибавляться счастье, радость, реализация. Автоматически. Но это нужно делать добровольно. Когда аскеза приходит вынужденная, этого не произойдет. Когда сам это требует или жизнь заставляет, ломает нас, этого не произойдет. Но когда я добровольно это делаю, это произойдет. То есть добровольно аскеза. Поэтому в ведах говорится, что человек создан для аскезы. И так он может очищаться, прогрессировать и будет счастливым через аскезу. Если он будет пересечать свои чувства, он никогда счастлив не будет. Наоборот. И вот в 36-37 лет он, естественно, хочет контролировать свои чувства и уже получает радость от этой философской идеализации. И в 38-38 активное общение с мудрыми. Все, сомнения уходит. 38 лет. 39 нахождение себя в системе мудрецов. Он становится одним из них в 39 лет. Одним из мудрецов. В системе мудрецов он также чувствует себя, как только в 39 лет. Знает свое место. Затем в 40 лет у него появляется способность доказать свою точку зрения другим. То есть это уникальная в жизни личность. Уже отличающаяся полностью от других людей. У него есть своя точка зрения. Неповторимая. Индивидуальная. То есть он резоливал себя именно. Вот это очень важно. Мы сейчас говорим о тех вещах, которые сейчас ренту все реже и реже встречаются, потому что чакры по-разному работают. И в 41 год две мудрости соединяются. Мудрец созрел. Все у него абсолютное миротворение внутри. Гармония. Убежденность. Уверенность в себе. Такая-то стойкость, незыкливость. Неуязвимость в жизни. Его не интересует этот войскость. Плот, он хорошо, высокий, низкий. Он стабильно себя чувствует. Могущественно. И в 42 года понимание, что мудрость приводит к духовности. Что оказывается, есть путь дальше еще. Что его очень сильно вдохновляет. Что он готов к чему-то очень важному. На пороге чего-то важного в жизни стоит. Это 42 года. А в 43 снова страх. Вот это страх самый сильный. В 43 года. В чем же этот страх заключается? Страх перед погружением в духовность. А мне что, придется все оставить? Ого, ого, ого. Это так, на самом деле. Нужно все оставить? Нет, ничего представлять не нужно. Просто погрузиться в духовность. Человек говорит, если погружить в духовность, я оттуда вообще выгружусь когда-нибудь. Это не ловушка вообще. Что-то делать? Серьезно в духовность погружаться. Если эта чакра откроется, то... Все, у меня один след высший вкус откроется. Я потеряю вот этот высший вкус. А у меня же тут отношения, у меня здесь карьера, у меня здесь что-то заработано. У меня же все устоявшие, если правда же. А это совершенно новая фаза жизни требует от меня подвига. Как говорится, духовный подвиг совершил. Знаете, такое решение. Духовный подвиг совершил. Вот рискнул, говорит, встать на этот путь. И в 44, как только он это сделал решение, преодолел страх, он испытывает духовное наслаждение, удовлетворение чувств. Он такое счастье испытывает. Невероятный человек. И думает, боже мой, почему же я болелся, он же бояться не нужно. Почему жизнь так устроена, что мы боимся как раз того, чего бояться не нужно. А то, что нужно, бояться не боимся. Духовности боимся, а без духовности не боимся. Вот уж странно. Так работают чакры. То есть всегда будут какие-то испытания, проверки. Духовное наслаждение, удовлетворение чувств. Представьте вот эти чувства, которые хочу, не хочу, могут одухотвориться. Что это означает? Между хочу и не хочу, разницы нет уже. Все хорошо. Хочу хорошо, не хочу, тоже хорошо. Я приведу пример. Я, как и все мужчины, естественно, я за столом приверегивого человека. Да, если мужчина ест что-то, что жена плохо приготовила, он будет ругать, он будет. Он не будет молчать, верно же. Мужчина так устроен. Будет раздражаться. Но когда вы идите освященную пищу, этого не произойдет. Вкусно приготовлено, хорошо. Невкусно, тоже освященное. Духовное качество одинаковое. Это уже считается оскорблением критиковать такую пищу. Уже разницы нет между этим. Это пример из жизни. Как только мы стали готовить освященную пищу, я понял, что уже меняется и психология. Духовные чувства имеют место быть. Вне двойственности. Как говорил Мао Цзэдук, чем хуже, тем лучше. Тоже единственно в каком-то моменте времени. Что испытания тоже хороши для нас. 45. Систематизация духовности. Оказывается, в 45 лет он начинает понимать. Духовность это не сентименты, это не просто чувства. Это наука. Ее можно систематизировать, классифицировать и изложить. Ясно, логично, доступно, научно, со всех точек зрения. Духовность, наверное, научна. Это в 45 лет. Деловицы и духовность соединяются. В 46. Поиск духовной гармонии и общения. Активно начинает искать этого общения. Это нечего. Как бы потребность, жажда возникает в семье. Если в обществе нет таких блоков на этот счет, предубеждений, ему ничего не мешает, конечно же. Если есть, то, конечно, будут помехи. Куда ты скажешь? Ты куда? Ты уже 46. Ты куда? Ты посмотри, у тебя есть деньги, есть семья, есть работа. Ты не можешь всего потерять. А если ты будешь общаться с духовными людьми? Человек-рог блокирует. И тогда очень сложно что-то дальше делать. 47 лет понимания философии духовного развития. То есть, есть система каких-то ценностей, а есть целая философия. Философия – это уже понимание жизни духовного. То есть, он начинает догадываться, человек в свои 47 лет, что жизнь имеет духовную природу исключительно, не материальную. Материя – это поверхность жизни. Это поверхностное проявление живого существа. А сама жизнь, она исключительно духовна. И все эти законы, которые проявляются в этом мире, они исходят из духовной энергии. Такой закон, как любить. Не причинять насилие никому, не обманывать никого. Вот, все эти заповеди – это законы духовной жизни. А в материальной жизни не существует этого покрытия. Это покрытие, это не жизнь. Так же, как вы видите сейчас, не меня практически, а только мою одежду, не так. Я же в одежде стою. Вы видите, вот шар, видите куртку, брюки, обувь. Но этого не мешает понимать, потому что покрытие повторяет мою индивидуальность. Походка. Вы узнаете, но все равно. Это же периодично узнаете. Потому что за этим покрытием вы узнаете, есть личность, есть жизнь. Вот там жизнь. А это лишь покрытие, это не истинная вещь. И в 48 лет у него появляется уникальная способность давать духовные советы. Что это такое? Это мистическая способность. Вы видите перед собой человека, видите его вопрос или проблему, и точно знаете, что ему сказать, что вы решите эту проблему. Точно. Никаких экспериментов, никаких диагнозов, никаких анализов задавать не нужно. Вы просто точно знаете, почему чакра открыта. Если эта чакра открыта, она просто взаимодействует с чакрами другого человека. Вы это просто все ощущаете, как на себе. Это все. Вот этот блок, который есть в человеке, приводит к проблеме, вы ее чувствуете как свою собственную боль. И вы знаете, поскольку у вас все чакры открыты, что с ней делать. Это происходит автоматически, как только у меня нога зачисалась, я автоматически знаю, что нужно почистить даже небольшое внимание. Нету силы. Не нужен анализ, искать эту точку, и чешет, и назвать какую-то команду, скорую помощь для этого. Не нужно, потому что вы на себе это чувствуете. Также в этот мир будете чувствовать, на себе вы знаете ответы на вопросы. Это способность давать духовные советы. И в 49 чакры объединяются. Смотрите, 49 означает духовность снизу и духовность сверху. Совпадают здесь, встречаются. Они объединяют как бы опыт всей прожитой жизни. Учитель высших идеалов. Все. Вы духовный учитель. Учитель высших идеалов. Что такое учитель? Учитель означает, его поведение и речь совпадают вместе. Он действует так, как сам учит. Он не отклоняется в своих поступках от своего собственного включения. Вот так проверяется квалификация учителя. Если он говорит хорошие вещи, но делает плохие вещи, это не учитель. Если он делает хорошие вещи, но говорит плохие вещи, он тоже не учитель. Но если он говорит хорошие вещи и делает хорошие вещи, это учитель высших идеалов. Вот он способен учить и менять. возвышать, открывать какие-то центры восприятия, чакры. То есть в присутствии такой личности у нас начинает открываться чакры. Собственно говоря, это есть главное лекарство всех наших нервов, общение с такими личностями. Общение у нас начинает открываться эти центры. Но они могут и закрыться, правда же? Например, вы у врача в кабинете, он говорит, вот причина вашей болезни. У вас чакра открывается, по-другому. О, да, я ел не то, я делал не так, нервничал по-напрасному. Все понятно, не открыли, просветляют меня. Доктор, хорошо, чакра открылась, я сознаю. Но ухожу от доктора, и чакры снова закрылась. Я снова делаю то же самое. Потому что нижние чакры, они работают, уже работают, а верхние еще не включились. Поэтому, что важно, когда мы слушаем какого-то человека, который примет больше опыта и знаний, мы пробуждаемся, как в этот момент времени. Это так же, как будить человека. Разбудили? Да, говорит, я не сплю, все, я проснулся. Выходил, и снова уснулся. Если вы не подниметесь в это время на шести действия, и снова уснете, говорит. Поэтому слушайте, как вы пробуждаете, нужно встать и делать это. Вот это очень трудный момент в жизни, встать. Знаете, я спросу, они очень трудно встать. Не хочется встать, никак, ну невозможно. Я тоже не хочется. Не могу, невозможно. Это античеловечный. Я всю жизнь трудился, я и шашел, 45-48 лет. А теперь в 49 я должен что-то делать. Да нет, что вы, может не надеюсь уйти? Это же невозможно. Нужно отдыхать, заслужить отдыхать. Не-не-не, это все глупости. Нужно встать и приступить к другой уже деятельности, более-менее в порядке. То, что услышали, нужно сделать. Сначала трудно, страх даже будет некоторый, а потом, когда чувство пробуждается на этом уровне, вы чувствуете всегда себя хорошо. Проснулись рано утром, подобно трубку. Идете в ванну, холодный душ уже легче. Оделись, поведетировали вообще счастье. Очень хорошо. Думаете, каждый день так вот утром. И снова утром трудно просыпать. Вы обещали, все, я понял, все очень хорошо. Рано утром, да, я уже имею опыт, буду просыпаться каждое утро, в 5-6 утра, все. Но опять приходит время, святок, понимаете, безчеловечный. Я, я, я больной. Я кричал, когда меня будили в школу, я кричал, что у меня температура, у меня горячая. У меня не стали градусник, я втуда не мог еще расслабиться. Я не был никаким горячим, просто не хотел вставать. Я знаю, что если температура в школу не отпустят, я говорю, я горячая, у меня температура, все. Майк бежал за градусник, выставил, и вот это время я еще спал. Хотя бы, а если горячий был, на самом деле, вообще, я был счастлив, что у меня не хватило больше. И тогда я грамотно пускал стакан чая. До сорокатья приду, поднимал, из каждого в школе. Пугал всю, всех своих родственников. Потом меня разоблачали, забивали мою чаку на место, открывали другую чаку, и, как жили в школу. И, значит, в сорок девять лет мы обязаны стать учителем. Если в сорок девять лет, или пятьдесят лет, или пятьдесят два года, то есть это же схема, она же гибкая, поймите, это просто схема, она гибкая, немножко может быть коррекция там по годам. Это не так важно. То, что за год, за полтора можно иногда, или за два, ну, смещения бывают. Но если вы скажете, какие из себя годам, так они оберегали квалификацию духовную, что о вас скажут молодые люди? В конечном итоге. Если вы будете, да, все же их учить, несмотря на то, что так они привели знания необходимых, то есть старый дурак. Очень обидно. Для человека в годах вот так. Это просто нож в сердце вообще. Благодарны за все прожитые годы, за всю мою жертву, старый дурак, все, пожалуйста. И еще старый козел скажет, что это вообще не весело, за три и салетчика. Вот эта обида в старости, она очень может быть болезнен и глубок. Это просто убить легче человека, чем старика вот так вот наказать, когда молодежь углубиться надо за ним. Это очень тяжело для человека. Почему? Потому что он еще и беспомощный становится, и зависит от него. Вынужден еще от них и помощь принимать. Вот с таким отношением. Представьте, какое страшное положение человека. После 49 лет, если вот жизнь у него не состоялась, ему будет очень тяжело строить свое отношение дальше. Но природа милостивая. И у нас вообще срок жизни не 50 лет, а 100 должен быть, верно же? Поэтому есть другая половина жизни еще. Если мы не успели в этой половине все закончить, нам дается шанс хотя бы частично начать что-то проработать еще в следующую фазу, еще 50 лет. И сдать начнем заново, смотрите. Вам 50 лет, где вы находитесь? Страх выживания. Боже мой, что же я буду делать? Я уже старый, правильно? Как же все буду поддерживать? Дети разъехались. Я же никому не нужен. У вас страх сильнее, как вы считаете, чем младенцы? Ого-го-го-го. Младенец, он неосознанный. Это, в принципе, для него, естественно, нормально бояться в отовольности не травмирует. Но в 50 лет это травма в жизни. Если вы попадаете в эту чарку, в страха, в 50 лет, и чувствуете, что вы никому не нужны, со своими советами, вы уже устаревшая модель, вы получите глубокую травму просто. Да, затем, затем у вас проснутся чувства, хочу-не хочу, будь и капризничен в семье. Что, чем удивительнее многие свои близкие? Он еще, еще и все, еще что-то, видишь, из себя корчит вообще. То даешь, это даешь, а ты вечно ненаволен вообще? Иди отсюда, нести на заваливке вообще из дома уходи, из дома пристаренок, иди отсюда. С ним цацкать не будет, как с ребенком, правильно? То есть это уже как бы позорно переживать, унизительно все это переживать заново, видите, в таком возрасте. Активное изучение мира начинается в свои 52 года. Активное, что такое активное изучение в жизни в 52 года? Значит, лезть, сует свой мозг, куда тебя не бросишь. Он уже вообще всякие границы перешел. Ты детей не портишь, внука портишь, туда лезешь, без тебя уйдет отсюда. Это дети могут вам сказать, поэзит. Уйдет отсюда. Пошла вон, или пошел вон, на отца, на мать, вот так. Вот если вот в таком ключе дальше работать, это уже страшно, видишь? Другой мозг, другой этап жизни. Все 4 года радость, общение, тело стабилизировано. Это имитация, имитация. Это тоже унизительно. Начинает радоваться подачкам каким-то. О, да, как я счастлив. На самом деле, не счастлив, он сильно страдает. Это как вот человек сидит в тюрьме, знаете, и у него на ноге вот гиря приколная. И вот когда он ходит, кожу сдирает. Он вот ходит и сильно страдает. А хозяин говорит, ну, у тебя проблема, вот возьми, обмотай ногу тряпочкой. Он говорит, ой, большое спасибо. Вот, 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 понимаете, вот, 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 здоровье тебе, вот твоей родственник, вот твоей семье, твоим детям. Вот такое состояние, видите? Вот что происходит в человеке. Очень жалкое положение, рабское положение. То есть он должен достичь в 50 лет бесстрашия. Очень важно, так говорят леды, в 50 лет уходи из дома, иначе ты будешь бояться всю оставшуюся жизнь. То есть не связывайся больше с домашними делами и с профессиональными делами. Переключайся на другую уровень жизни, без страшия. А без страшия означает ни от дождь и следить себя ни с чем в этом мире. Начинается новый этап духовный. Вот, если человек в 49 веке стал духовным учителем, ему уже не страшно войти в эту полосу жизни, где уже требуется развитие отречения мира. Где он уже нужен именно вот как высший знаток духовных идеалов. в 50-54 года попытка понять мир, начало обучения. Это называется повышение квалификации, скорее всего. Вот, понимаете, все по-другому нужно понимать. 55, первый опыт передачи его другим тоже выглядит наивно. Он пытается свой опыт устаревший применять другим, давать какие-то советы, которые не очень-то работают. Устаревшая техника, устаревшая жизнь, в этом материальном понимании, все устаревшее. Он на самом деле не может это делать по-настоящему. И в свои там 50-6 лет он может думать, что может быть когда-то мне еще повезет. Может, я кого-то еще встречу в жизни. Разве такого не бывает? Вот. И в 57 лет он снова чувствует страх, а в свои 58 лет он может влюбиться. Вот несчастье. Я вам правда говорю, что в этом возрасте это просто уже несчастье. Вот все вещи просто несчастье. Но все же природа дает возможность проработать и оценить, что он находится в жалком положении. И в истории Курана один царь, он думал, что он царь. Он просто хотел быть царем. Он только об этом мечтал, но он был слепой. Поэтому царство так он его не унаследовал. И вот эта привязанность к царству, эта борьба за царство, он спорил своих детей и прочее, вот в этой политике, чтобы все-таки царство как-то забрать своим детям, привел к войне. И в войне он потерял всех своих сыновей. Все потерял. И царство потеряло. Он проигрался. Слепой, старый, потерявший детей, свое будущее, в принципе, все свои труды. Он отказался. Зависимо от обстоятельств. И он жил во дворце царей, потому что он в царской гимнастии приближал. Это были его родственники, победившие. Это был один клан, разделившийся на две части. Он жил у них и принимал от них пищу и материальную поддержку. У них другого выхода не было у него. Он состарился. Он не мог начать снова создать семью, детей рожать, прочей политикой заниматься. И погружился просто в скорбь и благодарил Бога, что хотя бы имеет какую-то пищу, жилье, хотя бы его не убили до сих пор еще. Что он их дядя все-таки, родственник. Он оказался в таком положении. Как же вы вытернули эту историю интересную? У него был брат. Брат у него был очень духовный человек, бесстрашный человек. Он когда узнал, что его старший брат находится в таком положении, он сразу пришел и говорил с них. Сказ родственникам выйти из комнаты всем-всем, племянникам, всем другим, чтобы никто ничего не слышал вообще. Это был очень... Этот разговор был очень сопроверген. Никто не знал, о чем он не говорил. Закрыл двери, повернулся к старшему борту и сказал, ты живешь, как дворой пес. Питаешься обедками пищи тех, кто убил всех твоих детей. Ты стал скотиной просто. Понимаешь? Как ты так опустился, уходи в лес немедленно? Начни, пока у тебя все время, ты уже кашляешь слизью все признаки старости, смерть на пороге. О чем ты думаешь? Во что бы ты превратился? Посмотри, какое ты жалкое существо. До чего не докатился. Вот когда наставление вожжет. Очень важны наставления, особенно в последней фазе жизни, чтобы не забыть, зачем же я родился и как нет, до жизни уже достойным образом. Не потерять свою честь, совесть, духовное как бы богатство. Не растеряю. Вот видите, как опасно жить в этом плане. Вот у нас такая есть матрица, видите? Для каждого из нас подготовлена эта матрица. Мы по ней как бы живем, ориентируемся. Как я уже сказал, это может быть таким, как бы больше деревом, потому что иногда какие-то акценты тут меняются, время чуть-чуть плавает, то есть она гибкая такая система в нашей жизни. Так что, если вы какой-то год не прожили, то все в этом необратимом процессе. Нет, нет, нет. Всегда можно что-то исправить, дополнить. Например, например, человек застрял на идее выживания, он боится как бы выжить всю жизнь, думает, как заработать деньги, как построить что-то, вот устроиться, вот нужно им все это за счет. Есть чувство, что хочу, что не хочу. Застрял там, он выживает. Все чарты не работают, он не может даже деловые отношения строить, какой-то бизнес создать большой, скажем, нет вот такой открытости, у него отношений, нет, нет. У него нет радости, общения, он имеет узкий круг общения, наоборот. То есть нет, тогда, тогда необходимо, прежде всего, пятая чакра очень важна, очень важна для каждого, чтобы раскрыть все эти предыдущие, вот эту вот гармонию, радость, изучение, необходимо изучать философию. Вот это открывает все вот эти вот заблокированные церкви. То есть философский образ мысли. То есть философия избавляет ум от скорби, от злой памяти. То есть это правильная философия. Обычно под философией понимается основополагающие истины, которых всего пять. Несложно, давайте послушаем. Всего пять истины. Просто даже они сейчас услышите, уже на стороне изменятся. Уже ум станет. Первая истина заключается в том, что есть душа. Это первое утверждение философии. То есть ее предназначение отделить материю и дух. Поэтому есть материя, есть душа. Первый так. Потом есть сверхдуша. Потому что душа всем не управляет, а управляется сверхдуша. Значит, первая концепция душа, вторая сверхдуша. Это философские концепции. Третья концепция. Время есть. Еще категория, которой нужно размышлять. Четвертая концепция. Это материальная природа, ее качество. Еще один примет для изучения. И последняя. Это карма, деятельность. Если вы знаете эти пять составляющих, вы знаете все основы философии. Это все перед нами. Карма, деятельность есть. Есть материальная природа перед нами в разобранных качествах. Есть. Время, аспект. Есть. Есть управляющий. Осталось немножко с этим разобраться. И есть индивидуальная душа. Все. Теперь изучаете это все отдельно, а потом соединяете вместе. И вот когда вы останетесь вместе, философ созрел. У вас ни одна, даже самая страшная, тяжелая ситуация уже не сойдет в стол. Вы выжите при всех обстоятельствах. Этот вид жизни не вымирает. Вообще. Не подается вымирать. Ум настолько стабильен в могуществе, что он всегда остается в поясе. Вот это философская основа. То есть необходимо изучать философию. Эти пять вещей, которые я перечислил, тут даже книгу мне поставили, они описываются все в этой книге Бхагавы Дити как классифицированной. То есть упорядочно классифицированной, как философский трактат, который дает основы мира сда. Изучая Хагавы Диту, ум становится чистым, позитивным, и лишается, очищается от скорби, сожалений, обид и всего остального. Как Ганди говорил. Когда мне плохо, я терплю какую-то неудачу в жизни большую. А он терпел, а неудачи большие. Он же был известный человек. Я говорю, обкрываю Бхагаву Диту, и все плохие вещи тоже расставляются. Я начинаю общаться с вечностью. Все. Я начинаю улыбаться и радоваться. Вот так. Вот предназначение знания для человека. Что человек оставался позитивным и полезным в своей деятельности, даже проходя через трудности, которые не совместно штуки его. Итак, чакры все эти взаимосвязаны. Одна чакра пробуждает другую чакру. Если мы хотим искусственно перейти с одной на другую, это не так просто. Философию нужно изучать под руководством. Самостоятельное изучение философии, если человек не достиг гармонии, обычно люди говорят, я читал Библию, ничего не понимаю. Читал Коран, но мало что понял, к сожалению. То есть не знаю, как этим всем воспользоваться. Перечитал Багавадхиду, но тоже вот. Столько терминов, слов неизвестных, непонятных. Он боится все это. Не бойтесь. Всегда есть традиция. Традиция ведического такова, что Священное Писание комментируется. И комментарии важнее текстов, потому что без комментариев тексты не раскрываются. То есть проводник существует. Проводник означает настроение передаст. Правильное, в которое вы сможете понять смысл шлоки. То есть открывается центр, общаясь с тобой в личности. И вы читаете, и все ясно становится. Вот это общение. То есть общение заменяет как бы все. Если вы общаетесь с человеком, у которого открыты центры, они у вас также в этой присутствии быстро открываются. Постепенно, постепенно это осваивается. Вот в чем важность общества. Мы можем общаться и возвышать друг друга, учиться друг у друга. Такова мудрость. Вот такая сегодня тема у нас. Мы поговорили о чакравиде вкратце. Теперь можно приступить к вопросам. Каким конкретным вещам, которые нас интересуют, пожалуйста. Пожалуйста, передавайте сюда написку. Или можете следствия даже задавать. Мне зовут Екатерина. Я бы хотела спросить, как узнать, какие чакры открыты, какие закрыты? При индивидуальном беседе в нем трудно сделать. А когда? У меня не будет времени надевать. Пока вот такая ситуация. Но тут не нужно много рассуждать, дорогие мои. Все ясно и так, со всеми нами. Даже не тратяйте время на эти индивидуальные вещи. Нам всем с вами нужно приступить к изучению философии. Всех, всем. Это не значит, что нужно становиться философом, нужно привести порядок к уму. Прежде всего. Вопрос. Дети выросли? Я не одинокая, мне не скучно. Я не вижу целей. Меня это угнетает. Нет полноты жизни. Что мне делать? Читайте, по-говоритам. У меня будет один ответ на все эти ваши вопросы. Потому что позиции чакты, другого выхода нет. Чтение книг, значит, общение непосредственное, потому что там изложены сокровенные мысли, сокровенные из сердца. Читайте, читайте, читайте. Если даже кажется, что-то непонятное, или наоборот, слишком понятное, все равно читайте. Там есть ум и настроение. А можно задать такой вопрос? Если у человека в 19 лет была тяга очень большая к философии, что можно сказать об этом человеке? В 29 лет? Нет, в 19. В 19 лет. Но у этого человека был очень интересный преподаватель по философии. Да, интерес к философии есть у каждого человека. Он пробуждается в общении. Какой предмет самый интересный в школе был? От преподавателя зависит. Если преподаватель интересный, то предмет интересный. Вот таким образом проявляется интерес. А также он исчезает интерес. Вроде предмет интересный, а преподаватель неинтересный, теряется интересным. Общение очень важно. А однажды я... Давно. Я распространял эту книгу. У нас есть марафоны. Марафон распространения книг. Это новогодний марафон. И в эти марафоны, где-то месяц, мы распространяем книги. И мы ездили по всему. От севера, Урала, Гуринго и других. Здесь жалили места с этими книгами. В то время они были новинки вообще в России. И мы их представляли, книгу, сколько сами издавали, сами распространяли. И вот представьте, я 31 декабря захожу в какой-то офис. Ну, то есть уже вечер, 31 декабря, понимаете, ну, Новый год, там уже все навеселее, там все с шампанским, с рюмкой, там друг друга. Поздравляют, что было. Право-день уже старый, пойди домой, уже Новый год отмечают. Отмечают. И тут я с этой философией пришел. То есть там чувства как раз пробуждены, а я вот откуда ни возьмите, чакры, понимаете, никто не может понять. Ну, парень, ну ты не кстати вообще. Ну, понимаешь, на Новый год. Ну, как-то мы не готовы вообще переключиться на твое тело. Там женщины красивые, мужчины, все такие докторленные, красивые, там все надушенные, то шампанское и так далее. Я говорю, ну, извините, я никогда ору, я понял, да, я понял. Но просто я хочу вас поздравить и подарок вам сделаю все-таки. Вот, я вам покажу кое-что. Сейчас я тоже. Очень важно. Как раз вот это самое изображение было там. Вот это вот, это автор, этот комментатор, что в ругании, он это знание привез в Америку в 65-м году, и потом оно, как движение, уже распространилось повсюду. Во всех центрах мира. И я им говорю, вот мой подарок, в том, я вот им показываю это изображение, я говорю, я же вижу их лица, правильно? Они смотрят сюда, а я вижу их лица. Я говорю, просто посмотрите на лицо этого человека, и вам полупнется удача. Вы очиститесь. Вот вам на Новый год подарок. Просто посмотрите внимательно на лицо вот этого человека. И будет достаточно, чтобы у вас удача будет. Они так в рюмке, знаете, наклонились. Лица тоже стали серьезными. Глаза сосредоточились. Они так перестали шататься на какое-то время. Затихли. И потом спрашивали, то есть они внимания сосредоточили все-таки, спрашивали меня, а почему мы очистимся, а что тут такого? Я говорю, вот на этом лице нет вожделения, нет материальных желаний. Знаете, это была шокирующая перемена. У меня же ты раскрылись, они просто протрезвели. Они на самом деле контакт ощутили вот с личностью, прямо с фотографией. И знаете что? Я говорю, ну все, спасибо, до свидания. Говорит, нет, парень, давайте книги мы возьмем. Я читаю эту книгу практически каждый день. То есть все мои лекции основаны на этих знаниях. Собственно, на одном стихе из этой гитры я строю все свои лекции. На одном стихе из этой гитры, там 800 шлоков. Для каждого из нас будет своя шлока, своя тела. Эта книга книг считается. Скажите, пожалуйста, я вот как бы эту таплицу, она уже очень давно. Просто вот как бы не разбиралась в ней сейчас. У меня как бы знания случайны. Парень просто, я сегодня узнала, что будет в вашей лекции. А эта таблица, она есть в этой книге, и там подробно во всем говорится. В этой книге таблицы-то нет. Нет, нет, нет. Таблица здесь абсолютно не причет. Я понимаю, но... Это нужно понимать без таблицы. Таблица — это лишь способ показать, что это научно, что это есть какая-то система, есть какая-то программа. Но таблица нам не поможет в этом. Как я сказал, это живое дерево. То есть таблица, она вообще не нужна никому. Это просто повод поговорить сейчас таблицей. Логически связать эти темы. На самом деле жизнь сплетена все в одно единое. Здесь нужен подход другой. Я понимаю, допустим, я была на лекцию, которая снова, допустим, сейчас человек к вам попал на лекцию. Как бы немного читаю. Вот есть люди, которые, допустим, я близко знаю, есть проблемы, а... Как вам сказать? Ну, не читаю такие книги. И как бы вот, как наглядное пособие, что-то можно было бы рассказать. А, для того, чтобы объяснить другим? Да. Да, я согласен. Очень хорошо, если воспользуетесь этой схемой. Ну, а вот в книге есть пояснение по этой... В книге нет, в этой... Нет. А где бы это можно было, например? У меня эта таблица, она просто за давностью времени немножко потерлась, как будто... Обновение. Обновение. Вот у меня одна таблица, и я специально вам ее передам, хорошо? Спасибо вам. Поступил хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем нужно было все это, если вывод изучать философию? Какой смысл в этом знании о чакрах? Например, вот есть здание, мы сейчас не догадываем здание, где есть черный ход, там выкат коридоры, там перегородки, кабинет и все остальное, и есть пожар. Да? На каждом этаже есть вот план такой вот здания на случай эвакуации. Вот для этого нужна эта схема. Сориентировались? Все, бегите. Ну и чтобы сопоставить свою жизнь, вот если для этого... Сопоставить? Для этого у человека. Да, да, да. Это невозможно сделать самому на самом деле. Потому что это все смешанная чакра, какая-то доминирует. Нам трудно понять, в каком же месте нахожусь, потому что она доминирует этой чакрой, и внутри этой чакры я не могу разобраться. Видите, как я еще и человек с вами. Так, колорит называется у художника. Вот здесь красный колорит, все в красном, или синий, все в силе наказывается. Поэтому мне нужно именно общение. Через общение я смогу точно уже понять свой колорит и что же делать дальше, потому что точно я чакрой нахожусь. Поэтому я сказал одну вещь, вы заметили, да, что мы буквально все с вами сейчас застряли на первой чакре и на второй. К сожалению, там колорит вот такой сейчас. Страх преобладает в обществе. Потому что сексуальная энергия, она именно порождает все эти беспокойства и страхи. Она сейчас очень могучно растет в обществе влияния. Поэтому у нас есть с вами проблемы определенные. И поскольку мы уже живем и первые десятки лет здесь в основном, то нам нужно восполнять это по-другому. Не с такой последовательностью. Нам нужно сейчас именно общаться интенсивно и изучать книги. Через общение, да. Вы говорите о общем предопределяющем выборе, это то, что отражено в этой таблице, то есть и о свободе выбора, то, что каждый сам человек, ну, как бы творит свою судьбу. То есть, то, что как бы запланировано. Это все что-то в таблице или запланировано что-то больше? Кем-то запланировано. Эта программа называется, то есть мы с вами существа сотворенные. Вот что нужно понимать. У нас есть свое предназначение и программа жизни, которую мы должны выполнить, чтобы пойти дальше. Вот нужно об этом узнать и действовать согласно этому плану лучше всего. Не нарушать план, естественно, неизвестный план. Ускорить его можно, а вот замедлять не надо. Сейчас происходит убийство животных, это замедляется эволюция живых существ, например. Потом запреты в обществе стоят на какой-то вот интерес к этим наукам, знаниям, которые как бы противоречат обычным человеческим ценностям, тоже блоки стоят на этот счет. Потому что любое общество, оно нас интересует на всего на две вещи. Материальное общество имеется в виду, материальное общество. Оно вынуждено нас держать в двух моментах. Это производство и потребление. Все. И какой из этого может быть тогда выход у человека, который хочет там по-другому развиваться? Поэтому стимулирует чувства и какие-то страхи. Страх политический, страх экономический и вот эти маркеты, магазины, где все начало стимулируется, чтобы вот хочу, не хочу, вот на этом уровне оставаться. И деловиты слушают опять же этому всему. Не гармонии, а вот выживание. Общественная жизнь как бы заставляет так жить, ну, может быть, не так, как мы хотим. Да, но в мыслях вы свободны, правда же? Вот надо это использовать, с умом нужно работать. Спасибо. Вот с этого все начинается. А если человек, другие учения изучает? Не важно. Если учение истинного, то же самое. Ну, может быть, другая там таблица, я не знаю. Но нужно выразить по-разному. Например, есть 24 материальных элемента классификации, а есть их 25, а есть их 26. Это просто разная точка зрения на одно и то же. Есть шахматы вот 8 клеток, а есть шахматы 64 клетки, и больше бывает. Это просто другая точка зрения на те же самые вещи. Пожалуйста. Как выбрать, кем стать? Кем стать? Да. Хорошо. Я говорю, это вот важный момент. Это нужно сделать, решить этот вопрос нужно в обществе, где вам не завидуют, и вы никому не завидуете. Тогда это автоматически природно проявится. Если вы находитесь в обществе, где есть какие-то блоки, стереотипы, например, в школе Дивноморск, побережье Черного моря, Тапсе, Дивноморск, вот эти все места. И там в школе проводили опрос у детей, кем ты хочешь стать? И знаете, что дети говорили, вот несколько лет назад? Хочу стать отдыхающим. Просто потому, что в обществе это вот так, что отдыхающий прижать, он тут царь и бог, он платит, для него все-все служат просто. И поэтому ребенок говорит, я хочу быть отдыхающим. Вот это стереотип в обществе существует. Так же вот вы спросите кого-то, кем ты хочешь быть? Ну вот хочу зарабатывать много денег, потому что это престижно сейчас. Это нас бивает столбик. А в обществе, где нет стереотипа, вы себя быстро найдете. Потому что там не будете думать о престиже вообще. Волшебное мешание. Это желание престижа, стереотипы, они сильно противоречат природе многих людей. Не нужна эта роскошь всем. Она не нужна всем. Это имеет свою предназначение для определенного типа людей и все. Но это навязано потому, что вы должны это производить и потреблять. Производить и потреблять. Таким образом вот эта закачка идет финансов. Вот и все. Это искусственно создано. Вот я был недавно в супермаркете где-то в Нижнемограде. Мы поехали купить какие-то там художественные предлижности. Это мой этаж, эскалатор, свет, игровые площадки, катки, столовые, гостиницы. И там музыка. Музыка такая, что завораживает. И там все для вас. Столько там тысячи, тысячи, тысячи всевозможных форм. И вы что-то не купите, правильно? И вы нагрузите в иллюзии. Все для меня, все для меня, все для меня. Только вот денег нет. А там все. Еще один стереотип. И вы мечтаете о том, что вам абсолютно не нужно. Вот вам деньги большие не нужны. Сразу знаете об этом. Не об этом думайте. Совершенствуйтесь в том, в чем у вас есть способности. Да, можете обучать играть. Обучать можете. Вы можете быть тренером, если вы хорошим футболистом. Вы можете быть тренером. Также другие, может быть, вещи в спортивных играх или в спорте. Вы можете учить кого-то. Можете переквалифицироваться. Вы очень молодые. Можете переквалифицироваться. Чем-то другим заняться сейчас. Есть вопросы. Мне 46 лет. Если я понимаю, что к 49 годам не стану учителем, есть ли смысл уйти от детей сейчас? Виноват в беде этой, да? Нет. Вы неправильно поняли. А детей вы хотите не нужно. Не нужно никого бросать. Нужно переключиться на другую сферу деятельности. У вас должны быть свои глубокие интересы. Вы должны быть очень поглощены и заняты. Вы станьте важной персоной. Что у вас очень важными делами заняты. Не то, что в вашей семье не делали. Вы умудрены. То есть учитесь. Никогда не поздно. Потому что на самом деле, когда вы начинаете учиться в 47 или 46 лет, неважно, вы же имеете опыт о жизни прожитых многих лет, верно же? Это добавляется. Это ускоряет ваше развитие. И уже пожилые годы вы учитесь этой науке с большим релением, чем даже молодые годы. С большей ответственностью. Так что плюсуйте этот опыт. Он станет полезным. Как говорят мудрецы? Если вы прожили жизнь вот так вот неосознанно всю вот эту, и к сорокатам, скажем, восьми годам поняли, что вы упустили многое, то вы создали в своей жизни много нулей. Вот кто вы там? Ученые, ну, 20 нулей поставили. Дворник, ну, полтора нуля поставили. Так и все. Ну, это нулей. Но как только это все соединение со смыслом жизни, единицы ставьте впереди. Это уже миллион получается у вас. И вот так поступаете. Оставьте единицу вперед зачастую. И весь ваш опыт, он приплюсуется туда. Ничего не потеряете. Так что не о чем сожалеть. Это просто сказочное знание. Есть большой вопрос. Я прочитаю все сразу, чтобы было ясно, что человек спрашивает. Согласно таблице, стоит ли искать мудрецов среди людей, возраст которых 49-50 лет? Далее. Если человек не прошел определенный этап, не был женат, нет детей, исправить можно только с помощью философии? Иногда и философия не поможет, это же от желания человека зависит. Нужно, чтобы он воспринимал какую-то философию, имел желание обучаться. Первый вопрос в чем заключался? Согласно таблице, стоит ли искать мудрецов среди людей, возраст которых 49-50 лет? Было бы неплохо, если мы встретили таких людей, да? Каждый имел такое общение, такую связь, контакт с мудрецовыми людьми. Либо с теми, кто имеет этот контакт. Тут разницы большой нет. Потому что таких людей всегда не так много в обществе. И, скорее всего, они не заинтересованы последователями, потому что это много беспокоится. Лишь некоторые из них берут на себе эту роль. Принимать учеников и так далее, общаться с людьми. Но большей частью людей принимают учеников, потому полномачиваются и старших учеников, чтобы они были такими проводниками. Потому что одному человеку это хлопотно. В древних книгах говорится, много учеников не принимайте. Но чтобы изменить мир, нужно много принять учеников, в другой стране пишется. Но это премия. Нужно знать, что это премия. Поэтому, большей частью, он будет связан с теми, кто связан. Вот так. Это тоже хорошо. Что происходит с кармой человека, если он выбирает эвтаназию? Имеет ли значение эвтаназия или суицид для дальнейшей эволюции души? Это оккультуренный суицид. Только две смерти прославляются в этом мире. Смертью в юридическом трансе или на поле битвы, когда человеку дает свою жизнь. Это прославляет человека, возвышает. Это тоже самоубийство, но благость. Все остальное не прославляет человека. Простая смерть, да, обычно не прославляет человека. Не прославляет человека. Как вести себя с хамами? С хамами? Да. Законы кармы таковы, что если вас оскорбляют громогласно, и вы не отвечаете в это время, то вот в этом процессе оскорблений, вся хорошая карма оскорбителей переходит к вам, а плохая – ваша к нему. Но если вы не отвечаете, если вы просто смиренны, терпите. В обмене вы испытывают образцы странные. Все ваше плохое переходит к нему, а хорошее – зло к вам. Кто проиграл, кто выиграл? Такие законы кармы. Мысленные санки, может быть, но вот язык нужно держать под контролем. Если еще вы выслить можете так делать, но вы, наверное, на пике совершенства. Скажите, пожалуйста, а вот шеи сайты жизни, которые были в начале, они все одинаковые, где у каждого садика? Шесть? Да. Рождение, имеется в виду, качество рождения разное, да. Принцип один и тот же, но качество, они, конечно, разные. По-разному времени рождаются, в разное время рождаются, разные психологические факторы, есть разные. Растут тоже в разной среде, если видеть разнообразие, можно видеть. Но в принципе не меняется, каждый рождается, растет, созревает и так далее. Прочтите, пожалуйста, стих. Смотрите, я реально читаю, записываю. Прочтите, пожалуйста, стих, на котором основаны ваши лекции. Благодарю. Так это же секретно. Ну ладно, только для Омска, хорошо. Никому не говорится. Читаю перевод стиха. Это третья глава Бхагавадхиты. Называется «Карма йога». Слушайте. Вот я всю жизнь связан с этим стихом. Вся моя карьера, так сказать, она вот от этого стиха зависит. Меня признали не так давно академиком. Вот за этот стих. Просто потому, что я знаю стих из благополучия. Что я его представляю разнообразно. Органы чувств выше неодушевленной материи. Ум выше чувств. Разум выше ума. А над разумом стоит душа превыше всего. Вот и все. В этом себя философ. Дорогие друзья, вот точно такая же реакция была в другом городе, в зале, когда этот стих прочитали. Видите, как много общего. Пожалуйста, скажите, как у нас со временем? Сколько мы еще можем? Еще можно вопросы? Потому что в конце еще будет медитация, еще будет музыка. Надо послушать. Да, пожалуйста, кто-то хотел вопрос. Скажите, пожалуйста, утреннее чтение мантры у разных людей происходит? У на разных чакрах? Вот здесь есть какой-то критерий? Ну, а какая чакра должна работать? Ага. Смотрите внимательно. Вот если наша диагностика. Вот максимальный успех сейчас в жизни у нас до третьей чакры. То есть какие-то деловые, если качество у вас есть, то вы, как бы, хорошо устроены можете зарабатывать деньги, быть успешными, в реальном смысле слова. Значит, страх, чувство и деловитость. Вот уже вы сильно лишние сейчас. Остальные, как бы, чакры, они очень слабые сейчас. И самое сильное страх, стимулирующая чакра, страха. Потому что мне нужно выживать, поэтому я вот, и деловитость моя стимулирую с этим страхом, чувствами, что чувство должно быть удовлетворено в жизни. Я боюсь удовлетворить. И когда вы мантру повторяете, то это не сходит выше чакры, не из чакры. Вот эти все чакры, это материальная психофизика, психофизические центры. Это материальная область энергии. Это тонкая энергия материальная, так сказать. А мантра духовна, в этом суть, как бы, всего. Что она спускается вверх, не в нижнюю чакру, а сразу в верхнюю чакру. То, которую мы не осознаем. Поэтому вы будете чувствовать в себе перемены, даже не сможете их сразу объяснить. Вы не сможете это сразу объяснить. Пройдет время, прежде чем вы это осмыслите, но почувствуете сразу же сверху. Откроется верхняя чакра. И поскольку еще осмыслений нет на этом уровне, человек способен еще какие-то глупости делать под этим влиянием. Что там счастье очень большое он чувствует, он думает, все, больше ничего не нужно. Все, все, все не нужно, больше это образование, зачем, но не нужна работа. Не нужно, правда же, только вот повторяем мантру и все. Нужно руководство. Потому что чакры-то не раскрыты все толком. Нужно знать, как это постепенно, последовательно притворять в жизни. Потому что человек должен исполнять свой толк при этом, еще не теряясь здесь. Не должен отказываться, это неправильно, это унижение личности. Должен выполнить толк при назначении своей. А не просто в эйфории находиться, какой-то чакра. Наркоманы делают так, они просто берут дозу, раз, и как эта чакра открывается. Часть, не вся чакра. Неосмысленно, и болтаются там вот и все. Думают, что это духовное развитие какое-то. Это тоже связано с чакрами. Поэтому, говорю, опасное дело с чакрами связывается. Поэтому вот мантра лучше всего, что нагармонизирует человека, сразу же приводит в гармонию, как бы установит цель, задачу, и разум устремляется туда, а этот путь уже приводит в успех. Вот как раз вопрос. Почему не рекомендуется заниматься чакрой йогой? Потому что можно открыть те чакры преждевременно, и потом их не закрыть. У меня была подруга, ПТБ Мога. Они занимались такой подобной йогой. Тогда это было в подпольном Петербурге Мога. Ну, знаете, там, Харлос Кастанеда прорвался, и так далее. Это наркотики, эти чакры, вот люди узнали об этом. Дуплекс сфера, это четвертое измерение сознания, уже Академия наук СССР занималась этим, исследовала все это, были выкладки тайны, опять же, в подпольном. Все это было в Петербурге. Они заняты йогой. А один вышел с пятого этажа погулять по какой-то светящейся дороге. Другой пришел с работы, увидел, что вся его квартира горит, и лил там воду на стену, на все угодно, пока его не вызвала скорая помощь. Вот чем закончилась эта практика. Два моих друга, их нет, этих. Чакра лила. Не рискуйте, пожалуйста, эти все. Чакры не трогайте. Не советы. Особенно третий глаз. Издубленный. Двух достаточно, хорошо? Нужно просто разное все. Матра, медитация, пожалуйста. Это все в порядке. Как научиться прощать? Как научиться прощать? Пока человек привязан к результату своей деятельности, он никогда не сможет простить. Пока он привязан к результату, к плодам своей деятельности, прощать он не сможет. Вот хорошо, у вас заняли деньги и не отдали. Ну как простить? Мои же заработали, мои же деньги. Как я могу простить? Меня же обозвали, вот я же такой дорогой, понимаете, я очень привязываюсь к концепции «я» и «моё», вот эта связь, и прощать просто невозможно. Поэтому нужно начать философию. Я не это тело. Здесь, в этом мире, нет ничего у меня, на самом деле. Это все временно и принадлежит. Вот эта философия, вот она философия. И таким образом можно научить его. Ну, скажите, я могу потерять деньги. А Бог потерял этот день? Ему, как кажется, в моем кармане его деньги. Это его деньги. Из моего кармана чужой кармана. Он ничего не теряет, правда же? А я чувствую, что я теряю. Потому что это мои деньги. Но это же философия, но это же правда. Это не какие-то же ложные заключения, это истина. Здесь моего ничего нет, я с собой ничего не возьму. И я сюда ни с чем пришёл, что-то я заявляю, что это что-то моё. Вот представьте, цари приходят какое-то время, и начинают делить границы. По мне землю так, перекравить так. Война там, война здесь, захват тут. Они умирают, потом уходят. Верно? Приходят другие цари, и снова начинают хранить, тоже сам перекравить. Они тоже умирают. И приходят другие, тоже перекравят. Вряд все это оружие, и гордят своей властью. Но они тоже умирают. Приходят 10-й, 20-й, 100-й мир. Вот так всегда происходит. Пока мы не сознаем, мне здесь ничего не принадлежит. И никому здесь ничего не принадлежит. Вот тогда мы сможем научиться прощать. О, это же я тоже. К сожалению, мы не можем контролировать время, это энергия Бога. Дорогие друзья, кто согласен с тем, что мы сегодня получили совершенное знание, мы прошу встать, поблагодарить Абатова и Александр Ивановича. Еще, пожалуйста, не рассказайте. Ученые, священные писания говорят о том, что весь материальный мир хранится двумя качествами невежества, страстью и благостью. И соприкасаясь с любым объектом материального мира, мы перенимаем эти качества. Поэтому, когда мы сейчас вернемся домой, мы можем это все быстро и легко забыть. Поэтому, чтобы сохранить этот гектарный вкус, который мы получали от Александра Геннадьевича, сейчас мы закрепим его трансцендентной музыкой, которая, вот эта композиция, которая сейчас исполнится нашими артистами, пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Артисты, не поверите. Мы приносим артистов на сцену. Эта композиция, она создана по мотивам, пустяков Александра Геннадьевича Геннадьевича Геннадьевича. Поэтому, значит, мы будем сомневаться в его направлении. И еще любимая книга, о которой сегодня очень много говорили. Буквально 10 штук у нас осталось, с большой партией. Поэтому, если будет желание, то за пожертвования вы можете эти книги взять и Александру Геннадьевичу дадите автограф, да? Своей любимой книге. Ну, а теперь приготовим ушки, сердца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!